Ребята, приветствую вас на канале из КЗ в ЦЗ. Сегодня мой друг и соратник на моем канале пришел ко мне в гости, и я буду у него брать интервью, задавать ему вопросы, а он будет отвечать на ответы. У него, кстати, есть свой канал. Подписывайтесь на его канал. Он называется Perfect Land. Ссылку на канал я оставлю в описании. Он доносит очень хорошую информацию, все новости, все-все о Чехии. Ему слово предоставлю, он представится. Всем привет, меня зовут Юран. Да, как сказал Сергей, мы с ним соратники, земляки, с Казахстана вместе. Мы друг друга хорошо понимаем, также общаемся и поддерживаем отношения дружеские. Поэтому сегодня я пришел к нему в гости. Надеюсь, это видео будет для вас полезным, поэтому не забывайте ему ставить лайк. Ну и, конечно, делитесь им со своими друзьями и знакомыми. Ну давайте, ребят, посмотрим, что с этого получится. Ребята, начнем. Первый вопрос. Чехия. Для заработка, для жизни возможно здесь заработать много денег? Или лучше здесь жить, работать с семьей, ну как бы мигрировать? Или приехать сюда можно много денег заработать? Много просто Юр спрашивает, с Казахстана в основном. Возможно ли приехать там на полгода, заработать много денег и потом уехать в Казахстан и быть богатым? Возможно ли это? Или дай свой совет, ты уже здесь полтора года, скоро будет два. Дай свой совет по этому поводу. Вообще, да, это, мне кажется, один из самых распространенных вопросов, которые люди задают нам, задают себе. Сколько можешь здесь заработать денег и для чего вообще мигрировать в Чехию? Лично я это вижу на своем опыте, то, что Чехия не для заработка. Здесь очень тяжело приехать и за короткий момент времени заработать себе какую-то сумму денег, уехать с ними и кайфовать там у себя на родину. Да, это можно, но лично я советую людям приезжать сюда с миграцией, с основанием, чтобы здесь проживать. И в дальнейшем вы можете найти себе хорошую, достойную работу, где вам будут платить нормальные деньги. Потому что на начальном стадии вы приезжаете, ну, можно сказать, как мигрант с третьей стороны, вас отправляют на работу, та, которая есть, там, где вообще никто не хочет работать, даже мигранты с третьей стороны. Ну, бывают такие, конечно, случаи. Да, 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 точно, точно, говорит Юра. И никто не хочет на них работать, приезжают люди с Украины, приезжают там с Казахстана, с России, с Белоруссии и выполняют такую, пускай она даже не тяжелая физическая работа, но такие циклы, всякие линки, конвейеры, всякие работы, где ты можешь потерять здоровье, вредные производства, все такое, ребят. Прежде чем сюда ехать, подумайте. Ну, жить здесь, конечно, меня устраивает, Юра. Не знаю, нас так же, мы сюда переехали, строим дальнейшие будущие планы. Так что я советую лично вам все равно задуматься об этом хорошо. Вот, как говорят, раза подумаю, один раз решу. Юра, еще такой вопрос, хватает ли тех денег, которые вы зарабатываете с супругой для жизни в Чехии на трех человек? Ну, как сказать, хватает. Хотелось бы, конечно, зарабатывать больше у нас, мы строим планы, как бы зарабатывать больше и развиваться. Но, блин, это все равно тяжело на начальной стадии, потому что весь этот процесс занимает и требует немаленьких денег, тоже перевоз семьи сюда. И если взять, конечно, именно по расходам, если экономить, то хватает, если ни в чем себе не отказывать, то прям тютелька в тютельку это все упирается. Ну, вот так, ребят. Так, и такой вопрос еще есть. Почему вы и твоя семья выбрали именно Чехию и всех стран Евросоюза? Почему вы выбрали Чехию? Ну, мне кажется, на этот ответ ты и сам знаешь ответ, потому что мы оформляли с тобой через одну компанию в Казахстане, и там особо-то выбора не было. И, так сказать, наилучший вариант на тот момент был Чехия. Мы не задумывались конкретно о Чехии. Я раньше об этой стране только знал по футболу, там, и то так, издалека. Но, на самом деле, понимал то, что попасть в какую-то более развитую страну Европы, это почти нереально в данное время. Ну, пришлось выбирать Чехию. Вот на данный момент ты, прожив здесь полтора года, ну, почти два, какие бы страны бы еще, вот подписчики пишут, потому что тяжело сейчас с Казахстана уехать. Какую бы страну ты еще посоветовал из страны Евросоюза, куда поехать для миграции или для заработка? Куда легче всего помимо Чехии уехать? Ну, сейчас только, мне кажется, два варианта. Это Польша и Словакия. Конечно, вокруг этой крутится очень много агентств, которые предлагают именно работать в Польше и Словакии. Но я знаю, что если брать работу, к примеру, что в Чехии одна работа, работа на линии, примерно на заводе Panasonic, и работа на Panasonic в Польше, она будет одинаковое выполнение задачи, но ты будешь там получать на евро 200 меньше. Я не говорю, что там нельзя заработать больше денег, чем в Чехии. Там также есть и другая работа, где вы сможете также продвинуться и зарабатывать больше. Но так как в Чехию попасть тяжело, есть вариант Польши, Словакии, но приоритет отдаю все равно Чехии. Старайтесь, все возможно, все равно в будущем впереди есть. И еще такой, Юр, главный вопрос. Сколько у тебя ушло денег для переезда в Чехию? Ну вот все, проезд, подготовка документов. Ну и здесь, сколько брал ты на первое время, ну там на месяц хотя бы, чтобы там после первого месяца работы вы уже взяли деньги. Сколько ты взял денег и сколько понадобится, просто сумма, сколько у тебя примерно ушло от того, как ты начал делать документы и до того, когда ты получил первую зарплату. Ну, такой отрезок. Ну, об этом как-то я рассказывал в самом начале нашего блога на канале, даже про это отдельно снятое видео. Я там считал, у нас вышло 1350 долларов на человека, именно на меня и 1350 долларов на жену. То есть вместе это вышло 2700 долларов. Это как бы еще в тот момент это стоило намного дешевле, чем стоит сейчас. Раньше стоил консульский сбор меньше, раньше мы платили в агентство меньше, чем платят сейчас. Вышло 2700, мы даже на это отдельно брали кредит, за который я до сих пор расплачиваюсь. И очень часто люди задают вопрос, у меня есть кредит, меня выпустят из страны. Да, выпустят, мы конкретно брали миллион тенге в кредит и улетели из Казахстана. Вот, все зависит от вашей кредитной истории. И также, конечно, понадобились нам деньги немалые, это на воссоединение семьи с дочкой. Это тоже, ну, я не считал, но примерно это ушло совсем, примерно так, где полторы тысячи долларов. Короче, в итоге, что это получается, 4200 долларов в районе ушло. Да, чтобы семья здесь, ну, как бы, от того момента, ребят, когда они начали делать вот эти визы, трудовые карты, самолет и воссоединение с семьей, с Юра, с Юраной дочей ушло 4 тысячи. 4200, да, примерно, да. 4200, 4500, да, вы только не думайте, что вам нужно 4500, как люди думают, сразу вот на руках. Нет, на начальной стадии это все идет поэтапно, это у нас растраты были в течение года, поэтому не пугайтесь такой большой суммы. Насчет работы, Юр, вот я знаю, ты, когда приехали, вы с супругой работали на панасонике, да, вроде? Да, мы начинали с панасоники. Сколько вообще за это время вы сменили работ? Ну, мы работали только на панасонике, и сейчас, на данный момент, работаем на сафране, точнее, супруг работает, я сейчас безработный, но, получается, всего мы здесь работали на двух предприятиях. Если сравнивать, конечно, второй вариант, это просто шикарный. По сравнению с панасоником, ребят? По сравнению с панасоником, да. Потому что, Юра, вот молодец, как бы, на панасонике сколько ты отработал? Ну, и два месяца там отработал. Два месяца отработал, и он сразу ушел от агентуры этой, и нашел более высокооплачиваемое место. Посмотрите его на канал, там он все рассказывает, как он от 100 крон пришел к 150. Такое видео есть, обязательно подписывайтесь на его канал. Канал, вот. Спасибо, спасибо. Юра, я еще знаю то, что вы, когда приехали с супругой из Казахстана, вы были вдвоем, и сильно скучали по своей дочке, она осталась в Казахстане с родителями, как я понимаю. И потом вы сделали воссоединение семьи, и она приехала сюда. Расскажи кратко, как это все прошло, чем она сейчас занимается, как дается ей язык. Ну, общие вопросы вот по этой теме. Ну, на самом деле, это было очень долгое расставание. Нам говорили замечательно, что мы заберем ребенка там через три месяца, через два месяца. На самом деле, это все вышло намного дольше. Мы были без нее 9 месяцев. И, конечно, не говорили, что нельзя реализовать за три месяца. Просто никто не знал, некуда было посоветоваться. Так сказать, все только организовали на своем опыте. С ней там нянчились также наши родственники, все просто. Там она была на разрыв, ей там скучно не было. Но, как я уже говорил раньше, примерно на это ушло тысяча, полторы тысячи долларов примерно. Но у вас были какие-то проблемы? Проблем в принципе не было никаких, что с подачей на визу, что с транспортировкой ее сюда. Мы написали изначально доверенность на тещу, что она имеет генеральную доверенность, может ее вывозить со стороны, подавать за нее в посольстве документы. С этим проблем не было. Также, когда ребенок сюда приехал, у нее не было никого в шоку, потому что мы ее к этому готовили. Мы изначально ей говорили, что здесь другой язык, другое образование, совсем другая жизнь. И она к этому была готова, и особо-то ее это не удивило. Самое главное, мама с папой рядом были. Сейчас, на данный момент, мы ходим в школу, пошли в первый класс, при условии того, что мы в Казахстане не ходили в школу. Мы здесь показали, что ходили, типа якобы. И мы пошли на учебу в январе месяце. Первый класс, первый раз называется на неизвестном языке. Конечно, трудности до сих пор еще есть, потому что еще плюс... Стресс-шок, да, наверное? Стресса-шок у нее не было. Она пришла в первый день довольная, прям нереально. Мы спрашиваем, типа, как она? Говорит, все супер, мне понравилось. Только я, говорит, ничего не понимаю. И все. Сейчас чуть-чуть по-другому. Она уже завела себе друзей. Она уже с ними немножко общается на мчешском. Постоянно приходит этим хвастается. И я уверен, что она скоро будет знать язык лучше, чем мой. Поэтому у нее с этим сложностей не будет никаких. Я очень рад, конечно, то, что так получается. Вот это кажется все равно классно, когда семья воссоединена. И муж, жена, ребенок все вместе. И уже можно идти к своей цели и ставить какие-то другие. Потому что если у тебя там ребенок или твой супруг, или твоя супруга очень далеко, за 5000 километров, тебе, конечно, очень тяжело собраться мыслями и что-то реализовывать, свои планы. Ну, сейчас Юра и семья все вместе. И у них свой совместный канал. И даже у дочи, кажется, есть канал. Да, он даже у нас у дочи тоже есть свой отдельный канал. Мы в этой сфере двигаемся. Так что посмотрите, и дочин канал. Вот так, ребят. И еще такой важный вопрос. Через сколько времени... Я знаю то, что вы живете в квартире, вы живете не в общежитии. Сколько месяцев вы жили в общежитии? Через сколько времени вы сняли квартиру? Сколько это обходится? Ну, все вот это по деньгам тоже коротко. Можешь рассказать? Сколько в общаге? Сколько платите за квартиру? Ну, и как вообще у вас это получилось? Ну, на самом деле, получилось это, мне кажется, довольно-таки быстро. Потому что мы, как я уже говорил, два месяца отработали на Panasonic. И параллельно мы начали менять агентство, искать квартиру. Потому что мы знали, наша первая цель стояла квартира, чтобы сделать именно воссоединение семьи. Потому что квартиру никак ты не сделаешь. Вот, в общежитии мы до этого жили. Также, не сказать, что было все так плохо и печально. Хотя моя супруга говорит, что, блин, она никогда в жизни в общежитии не жила. За всю жизнь тут под старость лет, как она говорит. Попала в общежитии. Ну, ничего, это все временные трудности. Мы нашли квартиру, нам помог человек. Мы уже через два с половиной месяца... Вот, кого? В июле месяце, да, вот примерно мы заехали на квартиру. Классно. Через три месяца, да, это где-то было. Помог человек найти. Стоит она 14 тысяч вместе с коммуналкой. То есть, мы живем в хорошем месте. У нас там пять минут и крупный торговый центр, там, где мы постоянно закупаемся. 14 тысяч, ну, как бы это, да, дорожовато, да? Причем, да нет, не скажу, она в трехкомнатах. Трехкомнатах, да? Ну, это хорошо, да, да. Потому что, а, можно было, если меньше квадратуру, то вам бы не дали бы воссоединение, не сделали, да? Ну, например, если была бы какая-то студия, да, да, нету такого. Ну, тоже, конечно, зависит от членов семьи. Если, конечно, здесь человек тебя в одну, в однокомнатную вряд ли одобрение дадут. Но у нас получилось так, мы просто... То, что у нас не было времени посмотреть, мы просто схватились за первую возможность и решили ее не упускать. Причем, когда мы узнали, в каком районе находится квартира, до этого проходили пешком по ползине, еще когда жили в Дневщице. Поэтому району жена говорит, блин, круто было бы в этом районе, короче, нам снять квартиру. И так получилось, именно в этом районе нам предлагают квартиру. Ну, мы решили воспользоваться, чтобы не оттягивать время. Это хорошо, и, ребят, когда у тебя своя квартира, и ты работаешь, ты приходишь, тебе никто не мешает, ты можешь отдыхать, ты можешь проводить время со своей семьей, заниматься какими-то делами. Ну, если ты живешь в общежитии, ты, как бы, это тоже можешь все делать, но вот так ты, как бы, всегда, как натянутая струна. Зато веселей. Я живу полтора года в общежитии. Сначала в одном жил, сейчас живу в другом. Как бы поменял много соседей, как бы. Ну, вот так. У меня тогда повеселей, а у Юры по спокойней, стабильней, как бы так. Можно больше концентрироваться на целях. Да, да, да. И еще по всей планете, вот, коронавирус, ковид-19, как он тебя затронул? Он сейчас еще продолжается, но идет такое послабление по всей планете. Вроде так же заражается, но и так же умирает, но идет послабление. Как он тебя вообще затронул? Плохо? Хорошо? Или удовлетворительно? Твоя оценка вот этому? Ну, как... Лично я думаю, это так. Он меня конкретно задел, мне кажется, как и каждого человека. В первую очередь, это то, что я лишился работы, благодаря этому ковид-19, так сказать. У нас пошло сокращение на заводе, и получилось так, что именно, ну, я как работник агентуры попал под этот замес первый. Я не скажу то, что это плохо, не скажу то, что это хорошо. Так же есть и плюсы, так же есть и минусы. В принципе, я особо это не почувствовал, но это еще все впереди, потому что у нас планируется поездка домой в Казахстан, и мы не знаем на самом деле, сможем ли мы полететь или нет, так как билеты уже куплены. Нестабильная обстановка, да? Да, еще непонятно, будут работать аэропорта, будут летать самолеты к нам в Казахстан, и... Анализы вот эти сдавать. Анализы, да, это тоже как, даже если будут летать, как это вообще будет происходить, есть ли смысл лететь, вернемся мы или назад. Короче, голова болит на самом деле, но также этот COVID-19 нам помог, наверное, сэкономить деньги, потому что мы практически никуда не ездили, никуда не ходили, и более-менее так экономили. Да, да, есть свои плюсы, ребят, есть свои минусы, ну, как бы, вот так это ответ от Юры. Ну, ребят, закончим наше видео, и последнее, что я хотел у тебя спросить, это твои планы, ну, пускай не до конца жизни, а планы на будущее, чуть-чуть, временный отрезок, пускай год или два, планы на будущее о твоей жизни в Чехии. Ну, самый главный план, конечно, мне кажется, это развитие самореализации, потому что я, когда сюда изначально летел, ставил себе цель не работать на каком-то заводе, какой-то фабрике предприятия, я хотел жить нормальной жизнью, ну, в принципе, все к этому и идет, строим свои проекты, свои планы, и мне кажется, все это возможно, все достигнем, и также, не знаю, я хочу, может, переехать в другую страну Европы, после того, как получим ПМЖ. Первые цели реализованы, дочка с нами, карта продлена, двигаемся дальше. Да, и правильно все мыслит Юра, я тоже сюда ехал, был так мотивирован, думал, здесь горы сверну, думал, что они там ничего не делают, я со своей мотивацией думаю, сейчас там все, там через месяц буду начальником цеха, чуть ли не начальником завода, а когда сюда приехал, то спускаясь на землю, и все понимаешь, что не все дается так легко, надо работать, надо идти, идти маленькими шажками, но мы продвигаемся вперед, правильно? Да, в помощь согласен Сергеем, поэтому думаю, это видео сегодня вам хоть чем-то помогло. Да, какие-то расставило точки, много вопросов задаете, пишите в комментариях, ребят, пишите, подписывайтесь на канал Perfect Land, ссылка на канал будет в описании, вот такое получилось видео, я думаю, очень положительное, информативное, мы будем с вами прощаться. Все, всем, ребята, пока, и самое главное, не забывайте подписываться на канал Сергея, все, ребят, ахой, ребята, ахой.